Привет, ребят! Всем привет! Прошу прощения за солнце на моём лице, но надеюсь, оно никак нам не помешает, потому что сегодня я хочу вам рассказать такую очень confusing историю из моего первого приезда в Китай. Я почему-то её очень хорошо запомнила. Когда мы только прилетели, меня встречили девочки, которые тоже прилетели из России, и парень русский, Никита, по-моему, его звали, который просто магистрант в этом вузе учился, и его просто попросили. И нас забрали на автобусе, мы поехали в вуз, то есть в Китай мы буквально там два часа приезжаем в вуз, мы все в шоке, мы все рады, как там всё красиво, всё такое большое, мы заходим в здание, где нас должны были регистрировать, и первый наш шок — китаянки на ресепшене не говорят по-английски ни слова, точно так же, как и мы не говорим по-китайски. И меня просят написать моё имя иероглифами на китайском, хотя я в Китае там буквально пару часов. Это было, конечно, шок. Если бы не русский парень Никита, я не знаю, что бы мы делали, потому что он был нашим проводником между русским и китайским языком, он как-то пытался это всё уладить. Это было очень, на самом деле, странно, но, вы знаете, это неплохой опыт, это классный опыт, я запомнила этот момент. И, конечно, потом я жила в этом отеле, потом я уже могла поговорить с этими девушками на ресепшене. Это было очень мило. Я просто к чему это? Не бойтесь, и, да, такие ситуации могут случаться, это нормально. Но, конечно, когда едете, лучше подготовиться к таким ситуациям и выучить, как будет. Здравствуйте! Возможно, своё имя даже выучить, какие-то такие базовые основы. Но, да, это ещё и к истории о том, насколько в Китае продвинут английский язык, вот настолько на нём не говорят большинство населения. Поэтому, да, будьте готовы к таким ситуациям. Всего вам хорошего, больше вам таких классных ситуаций, которые запоминаются, и всем пока-пока!